Здравствуйте, мои зрители! Сегодня я хочу снять видео о том, как же собрать вот такое вот замечательное кресло. Купила я такие кресла для себя и для двух моих школьников. Одно кресло я сама собрать не смогла. Мне помогал муж, потому что я просто не додумалась, как это сделать. Несмотря на схемы, все приложенные запчасти и тому подобное, я так и не смогла понять, как оно собирается. Когда я с них собрала одно кресло, я уже смогла собрать второе. Уже самостоятельно. И поэтому, если вы покупаете кресло и у вас нет возможности собрать его с помощью специалиста, и вы привезли домой вот такую вот коробку, то я расскажу, как его собрать просто, легко и без этих заморочек. Поехали! Итак, что же у нас в коробке? И в каком виде оно приходит. Спинка кресла. Отдельно. Отдельно идет сидушка. Отдельно идет база под колеса. Куча запчастей. Наши ручки, подлокотники и то, к чему крепится спинка. Нужно нам для того, чтобы собрать дополнительно ножницы, чтобы разрезать пакеты. И вот такая вот крупная крестовинная отвертка. Начнем мы с вами с базы. Разрезаем пакет. Достаем оттуда колесики. И устанавливаем их на нашу базу. Устанавливаются они очень просто. Вставляются специальные пазы. И до упора проворачиваем. Они должны плотно встать. Не жалеем сил. Потому что их нужно вставить действительно полностью до упора. До щелчка небольшого. Вот так. Все. Наша база готова. Она работает. Дальше нам нужно вот в эту базу поместить в цилиндр. В пневмоцилиндр, который отвечает за подъем и опускание сидушки. Вот с этим я не могла справиться самостоятельно. Я не могла додуматься, как выше оно все-таки вставляется. Несмотря на то, что тут есть инструкция. Вроде бы все показано. Но какой колпачок откуда снимается и куда потом вставляется, до меня не могло дойти. Дальше. Оказывается. Как видите, колпачок есть здесь. Я его видела. Но, естественно, никуда он больше не вставляется. Это другой совершенно колпачок. Он нам больше не нужен. Здесь колпачок есть вот. На оболочке цилиндра. Мы его снимаем. Потом вставляем пневмоцилиндр. Пневмоцилиндр в оболочку. И одеваем кольцо. Вот, собственно, и все. А дальше нам надо цилиндр вставить до упора в базу. Эта часть пока не завершена. Дальше нам нужно установить вот эту часть в сидушку. Мы прикрутим ее сейчас с помощью специального винта. Поудобнее устроимся. Постараемся ледненько прикрутить. Вот так. Дальше мы прикрутим сразу ручки с помощью вот таких вот шести шурупчиков и отвертки. Ручка здесь, ручки абсолютно одинаковые. Роли не играет, какая правая, какая левая. То есть мы любую можем с любой стороны и прикрутить. Буду я прикручивать так, чтобы максимально сдвинуть в сторону сиденья. Потому что сиденья для детей и места им будет предостаточно. Попадаем в базу и прикручиваем. Итак, все шесть шурупов с обоих сторон. Продолжение следует. Когда я первый раз пыталась собрать стук самостоятельно, мне показалось это даже сложно, но когда я делаю сейчас, это уже в третий раз, на самом деле это уже гораздо проще. Теперь я понимаю тех сборщиков, которые собирают такие стулья, ну буквально за какие-то считанные секунды. С их скоровкой уже сложности тут, конечно, представляться никаких не будет. Устала я смотреть на своих деток, как они мучаются, делают уроки за столом, по их ростику еще во втором классе очень неудобно на обычном стуле это делать. Они то подушку подкладывают, то ноги подкладывают под попу и, конечно же, увидев возможность взять стулья по акции, взяла и им, и себе тоже вот такие замечательные стульчики. Срок эксплуатации написано, что у них 10 лет. Очень даже такой хороший срок. Ну, время покажет, насколько моим детям хватит их на 10 лет. Ну, как раз тогда до конца учебы им должно хватить их. Ну, время покажет. Так, сидушка у нас практически готова. Нам теперь ее нужно установить на пневмоцилиндр. Устанавливается она вообще легко. Вот, собственно, и все. Сейчас проверим, как работает пневмоцилиндр. Оп. Как видите, все работает. Подняли. Опустили. Так, теперь нам нужно вот так вот в паз вдеть спинку. Это у нас оболочка, которая должна вставляться вовнутрь. Теперь будем пробовать попасть. Вот. Кажется, пошло вставляться. Вот, собственно, в деле. Теперь нам нужно вот этот вот еще один винт закрутить в отверстие. Таким образом мы зафиксируем спинку в кресло. Вот. Ну, спинку можно еще и регулировать. Не перестарайтесь и не нажимайте сильно ее назад. Можно поломать крепление. Потихонечку. Там пружина стоит. Оттянули. И вот так вот зафиксировали. Спинка подвигается. Она пружинит. Все удобно. Все работает. Вот, собственно, вот такой получается стульчик. Надеюсь, будет кому-то полезно. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok